Всем привет! У микрофоновеля, дамы и господа, разработчики, наши любимые, Аксельболт, взяли и выкатили опрос, приуроченный к обновлению 5 years, то есть к обновлению 5 лет, вот недавно обновление вышло, собственно 0.19.0, которое, да, в общем, они хотят у нас, у игроков, узнать, как вам вопнуть, как нам вообще обнова, и давайте прямо сейчас мы пройдем, собственно, этот опросник вместе с вами, то есть я пройду через гугл форму, который, вот, собственно, да, присылает Аксельболт, а вы, собственно, свои мнения пишите в комментариях, и не забывай лайк, подписка на канал с колокольчиком, плюс комментарии, вот это у меня сейчас слюна улетела, вы бы видели просто далеко-далеко, так, хорошо, давай, опрос 5 years, приглашаем вас прийти опрос, посещаем юбилейному событию 5 years, окей, погнали, первый, значит, первый опрос, что порадовало вас больше всего в этом обновлении и перечисления, карта зона 5, кастомные лобби, новый нож дуал даггерс, подарок в честь дня рождения, коллекция шарп, временные режимы, граффити и другое можно написать, короче, обновление 0.19.0, то есть обновление 5 years было довольно-таки, ребята, масштабным, довольно-таки большим масштабным обновлением, и реально, вот, добавили очень много чего, опять же, давай мы сверху вниз, как бы, пройдемся и поговорим, вот, допустим, карта зона 5, просто, как бы, карта переделанная, помните, у нас был режим, по-моему, я не помню, где нужно контейнеры, короче, хватать и бежать, понимаешь, вот, в принципе, переделали, в принципе, неплохая карта, но все равно как-то вот, ну, вот, видно, что это просто карта для чего-то, вот, просто, вот, поиграть и все, как бы, и перестать, да, вот, если бы ввели бы карту, на которой, ну, типа, который бы потом добавили бы еще в основные режимы, это было бы очень классно, но зона 5, что вас порадовало больше всего, зона 5, в принципе, знаешь, среднячок, ну, не порадовал прям, чтобы я такой, вау, но и неплохая карта, значит, пожалуйста, разработчики, допилите зону 5 и закиньте, допустим, в командный бой, вот это было бы очень классно, ребятушки, напишите в комментариях, что вы об этом думаете дальше, кастомные лобби, это однозначно галочку ставлю, кастомные лобби, это имба, кастомные лобби нужно расширять, дорабатывать, за кастомными лобби будущее, например, уже много ютуберов снимают различные там, типа, ролики, вот, всякие там фанятся, ребятушки и так далее, но, опять же говорю, очень мало инструментов в кастомных лоббях, нужно расширяться, вот, нужно расширяться, давай дальше, новый нож Дуал Дайгерс, новый нож Дуал Дайгерс, это просто имба, чуваки, это реально просто имба, очень классный нож, наверное, знаешь, вот у меня есть градация, Керамбит Голд мой самый любимый, потом бабочка Легаси, и вот давай ниже и ниже, давай, пусть будут Дуал Дайгеры, потому что это просто, ну, это имба, чуваки, Это имба, очень классный нож Давай тоже галочку поставим Дальше, подарок в честь дня рождения, я галочку не буду ставить Мне с самого начала обновления Не выдали подарок Только потом уже После там сколько, трёх-двух дней После выхода обновления, мы только выдали подарок Собственно, ну подарок, ну граффити Ну просто типа, ну, знаешь Чисто вот выдали Да, ну хорошо, ладно, спасибо Ну а можно было что-нибудь и уникальное Потому что граффити сейчас в батлпасике Может им было уникальное выдать, понимаешь Вот, хорошо, так, подарок в честь дня рано А, окей, а дальше, коллекция шарп Имба, однозначно, топчик Вообще пушечка, скинчики, просто муа-муа-муа Скинчики в боксах Это тоже просто имба Однозначно, коллекция шарп Галочку ставлю, это очень и очень круто Временные режимы Здесь бы я, конечно, немножко бы ликбез Бывам там, как бы это, завёл, так сказать Гонка под прицелом и битва снайпера Это будет следующий вопрос, который мы будем отвечать Слушай, битва снайперов Вот, 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 ну, 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 классно Ну надо, ну надо Просто как вот режим Вот, ну, типа, просто берёшь и делаешь режим Это уже просто, типа Это же просто битва снайперов на снайперских винтовках То есть это просто режим, где ты на снайперках гоняешь Стреляешь и там туда-сюда, да Вот, то есть это надо, как бы, ну, вводить Однозначно, как основной режим И, в принципе, класс Гонка под прицелом Замудрённо, непонятно Это гонка вооружения только со снайперскими винтовками У нас три снайперских винтовок А уровни, типа, ну знаешь, ты просто чередуешь эти снайперские винтовки А в чём смысл, непонятно, понимаешь Поэтому временные режимы В принципе, в принципе Ну да, ладно, хорошо, галочку поставим Это, знаешь, это половинка галочки Я поставлю вот именно за битву снайперов Дальше, граффити, ну, моё почтение Ставлю сразу галочку, моё почтение Спасибо большое, разработчики Реально, граффити нужно Расширять граффити нужно Вот, поэтому, когда выйдет следующее обновление Я более чем уверен, что будет там граффити пайки То есть граффити будут расширять У нас с вами сейчас получается два вида граффити Да, но в будущем Граффити будут расширять И это очень важно, там всякие там Аркановые граффити появятся, да, там типа Эпик граффити, короче, надо Однозначно Под плашечкой другое, я не знаю, что Можно было бы написать, ну Ну не знаю, типа Вот что ещё меня лично Порадовало, ну хз, вот на самом Деле, в принципе, ничего, как бы Больше не радовал, вот Нет, и давай смотри То есть, в принципе Я галочки не поставил на карте Зона 5 И на подарок в честь дня рождения То есть, вот две галочки отсутствуют Остальные галочки стоят Это что значит? Это значит, что обновление реально Ну, ультра пушечным получилось Как бы здесь, опять же говорю Эксель болты, респект вам огромный Какой из временных режимов вам понравился больше? Битва снайперов, гонг под прицелом Битва снайперов однозначно, потому что, опять же говорю Этот режим долгоиграющий Этот режим нужно оставлять Этот режим просто пушечка Но! Единственное, что я хочу сказать Ребятушки, разработчики Я явно знаю, что вы смотрите сейчас данный видеоматериал Вот, а битва снайперов Не на карте зона 5 Не на карте зона 5 У нас есть много классных карт под командный бой Давайте битву снайперов Там на тренинг аутсайд На, что у нас, видите, господи На остальные карты, короче, вы поняли, да? Что я буду сейчас вспоминать, как говорится Хотя можно, в принципе, и вспомнить Давай, у меня тут открыто, значит, смотри Вот, на арене На Сэнд Ярс На тренинг аутсайд Виллэдж Выбросите эту карту Она старинная, старьё Просто в музей карты отправьте Вот, ну и на зоне 5 То есть, вот давайте все режимы Вот все, вот, точнее, все карты Все карты мы берём, кроме Виллэдж А то у нас набила снайперов Только получается, что у нас получается Арена, тренинг аутсайд А где, извините меня, вот, допустим Сэнд Ярд Ну, ну, надо оставить Надо оставить, реально Вот, расширяем пулкарт Расширяем пулкарт И, что очень важно Заносим новые карты Делаем новые карты Почему-то я вот Ну, я ХЗ Ну, забывают про командный бой Ну, забывают, ребята Делайте поболее карт Окей, у нас появилась карта Арена Но, боже мой, у нас до сих пор есть старая Ужасная Отвратительная уже карта Виллэдж Меня, когда запускают на карту Виллэдж Я ливаю Она супер маленькая Ужас Понимаешь, она супер маленькая Это ужас Так, хорошо, дальше Хотели бы вы видеть Хотели бы вы видеть Пу, хотели бы вы, чтобы режим битва снайперов Стал постоянным А, не могу Я ручился уже читать Понимаешь Однозначно да Однозначно да Как я еще выше говорил Добавляем полный пулкарт В битву снайперов И вообще Пушечка Я бы не сказал, что режим битва снайперов Будет ультрапопулярным Понимаешь Я бы не сказал Но Опять же говорю Вот та же самая эскалация Это не супер-мега-гипер-популярный режим Но Все равно это важно Все равно важно иметь режимы Которые, знаешь То есть Которые Заточены не под кор геймплей А заточены Под какие-нибудь его оцветления То есть вот допустим Эскалация Это у нас что Эскалация Это у нас То есть мы играем Там пушим Либо Защищаем бомбу Грубо говоря Да То есть командный бой Это просто типа Как бы Как говорится Это просто матчи на имку Да Вот А битва снайперов Это матчи Которые затачивают твою игру Под АВМ Под снайперки Под Ну Один из самых сложных Оружий Это снайперские винтовки Поэтому Однозначно оставить Что вам понравилось В режиме Битва снайперов Больше всего Отсутствие Сейчас Отсут Отсутствие Низкой Гравитации Спасибо Боже мой Спасибо огромное Эксель Болт Что убрали Вот у нас уже была По моему Битва снайперов Где мы на М40 Где мы летали Как космонавты На Луне И реально Вот в битве снайперов Убрали Как бы Низкую гравитацию Вот И спасибо Огромное Спасибо огромное Ну то есть реально Вот сейчас вот прям Ты знаешь Ты играешь В битве снайперов Затачиваешь свой скилл И этот скилл Ты можешь применять Далее Уже в реальных Там типа закладках Бомбы ММ и так далее Потому что вот Битва снайперов Где была низкая гравитация Ради чего Ради чистого фана Ну как ивентовый режим Можно ради чистого фана Ну опять же Все режимы Которые должны оставаться В нашей любимой игре Это что правильно Затачивают твой скилл Все верно Нифига как сказал Нифига Все Меня Все Меня в директора Эксельболт Вот это я нифига умею Дальше Что вам понравилось Что вам хотелось бы добавить В режим Битва снайперов Весь Пулкарт Весь пулкарт Из режима Командный бой Командный бой Командный бой Весь пулкарт Из режима Командный бой Однозначно Кроме виллаж Виллаж Пожалуйста переработайте Ну честно говоря Так Дальше Как вы оцениваете Сложность миссии Боевого пропуска Я сразу С первых же минут Секунд вообще Когда Загрузила Обновление Я не проходил Ну типа я сразу Купил весь Батл Пасс Как говорится Вот Но Опять же говорю Не знаю Типа Ну люди Не жаловались Честно Вот мне Ни разу Не писали Вот прям Агрессивно Не писали В комментариях Что мол Виллясик Я не могу Пройти там уровень Вот Поэтому давайте На двоечку Поставим То есть в принципе Умеренно Умеренно Не давай троечку Давай троечку Чтобы дальше Это прям Средничок А насколько интересно Было для вас Выполнять здание Боевого пропуска Ну люди Выполняли Люди Давай четверочку Поставлю Как бы люди Выполняли Опять же говорю Не жаловались То есть я Именно Отталкиваюсь От комментариев От комментариев Отталкиваюсь Удалось ли вам Пробовать функцию Кастомной лобби Конечно Удалось Удалось даже Один ролик Снять Это Джиггернаут Но Опять же говорю В принципе Я вам Наснимаю еще Много роликов Кастомных лобби Но опять же говорю Очень Надо Добавлять Больше Функционал Допустим Я хочу Я хочу Подрубить В кастомных лобби Матчмейкинг Но Чтобы все могли Там спокойно Пушки покупать Да А я мог Только с пистолетом Бегать Вот допустим Там чисто Делать настройку Под каждого Игрока Допустим Терры могут Ну короче Вы поняли То есть не терры И не кт А вот допустим У терров Под первым слотом Там может купить Дробовик Под вторым слотом Может купить Сами Каждому Именно Специально Вот это вот настройки Больше Так Больше Настро Больше Настроек Больше Настроек Больше Настроек Да однозначно Пул настроек Нужно расширять Сто процентов Вот Но Опять же Это не хейт Ни в коем случае Даже не думайте Потому что Тот функционал Который уже есть Это ну пушка Это офигенный функционал Это очень круто Потому что На самом деле Если бы мне сказали Вилясик Мы делаем кастомные лобби Я бы подумал То что Первая версия Кастомных лобби Было бы Только с функцией Там типа Ну там 6 игроков Тут 5 игроков Да Либо там допустим Ну ты можешь там Там Длиннее раунды делать Ну А чтобы Столько всяких возможностей Я бы Не Очень классно сделали Так Оцените скины Из шарп коллекции Пятерочка Пятерочка Давай зайдем Даже прям Наглядно посмотрим На шарп коллекцию Давай Я даже куплю Один кейсик Как говорится Давай посмотрим То есть Давай так Нидл М16 Все играют Классный скинчик Круто Даже Немножко Вот Чуть-чуть совсем Подфокапили Опять с качеством скина Я вот не понимаю Как это работает Почему аксели В последнее время Начинают фокапить С качеством С разрешением скина Ну в принципе окей Так Ну неплохие М40 Хорошо Текнайн Красивый Юспецкий Перпл Кама Вообще Отпад Классно Дальше Стим Бист Очень Очень Сильно Такой Противоречивый Скин Но пусть будет У нас перчатки Есть Стим Бист Дигл Красивый Пиранья Классный Соур Вообще Отпад Круто Мне очень Нравится Яркие Цветастые Скины Это очень Круто Казуал Вернули Удалённый Скин Вернули Удалённый Скин И запульнули Его В шарп Кейс В шарп Коллекшн Очень хорошо Очень круто Спасибо большое Акселе Что вы как-то там Типа перерабатываете Старые скины Потому что Это же история Стэндов 2 Ждём АВМ Ой АВМ Господи Ждём АКР Спорт В2 Ждём АКР Спорт В2 Парни Разработчики Ага Так Дальше Ну вы поняли Короче Красиво Вот П90 Очень красивый Тэг Кинг Вот это вот Типа Ну тоже пойдёт Тэг Кинг АКР Красиво Блин Бум Дробовик Это офигенно И ножи Извините меня Вот это Сасочка Вот это Просто Балдёвенька Вот это Умопомрачительно Бибон стоит И вот это Извините меня Очень классно Но И опять же Кстати Я опять же Хочу разработчикам Сказать Что у вас есть Эти У вас есть Эти Господи Текстура Скрэч Драгонглаз Пожалуйста Тоже Как-то Развивайте Эти текстуры Если вы меня Не понимаете О чём Я говорю Вот смотри У нас есть Нож Скрэч М9 Байонет У нас есть Керамбит Скрэч Понимаешь То есть У нас есть Вот допустим Керамбит Клоу И у нас есть Что у нас А клоу У нас нет Понимаю Вот Юниверс Керамбит И вот М9 Юниверс То есть В принципе Можно развивать Ещё вот такие Вот Скинчики Чё бы нет Когда да Вот Так Оценил На пятёрочку Что вам Хотелось бы увидеть В событии Пятирс Но Чего не было Добавлено Это спины Однозначно Спины Я Вот-вот Всё Вот-вот Вот так Пишу Спины Хочу Спины Не увидел Грустно Немножко На душе Грустно На душе Хочу спинчики Мне спинчики Очень нравятся Многим спинчики Нравятся Но Как говорится Ну Всё-таки Спины Хотелось бы увидеть Но я прекрасно понимаю Почему спинов Не добавили Ты на нас спросишь Веля Почему Я тебе скажу Потому что Обновление И так Очень и очень Масштабное Вот И то что они Не добавили спины Ну окей Но если бы Добавили спины Это было бы Нифига себе Это было бы Десять из десяти Просто Я не знаю Я вас расцелую Разработчики В общем Ребяточки Давайте Это всё дело Отправляю Аксельболдом Пишите Своё мнение В комментарии Обязательно Ребятушки Ставьте лайки Подписывайтесь На канал с колокольчиком Вот И собственно Делитесь своим мнением Я это всё дело Читаю Если какие-то будут Интересные идеи Разработчикам передам Спасибо большое За просмотр У микрофона Веля И всем удачи Пока Ребята Субтитры сделал DimaTorzok